Привет, друзья! В этом видео я расскажу, как на реке в марте вам найти быстро рыбу. Старый, добрый, проверенный способ. Все опытные рыбаки этим способом пользуются. Возможно, вы его знали. Все пользуются этим способом для поиска рыбы на реке. В том числе, в принципе, это и я. Рассказывать буду все из своего личного опыта. Как при помощи этого способа, я легко, в принципе, без напряга, нахожу ту рыбу на реке, называем ее мирную, та, которая плавает у дна. Работает на 100%. А кто, друзья из вас, знает, как быстро на реке найти рыбу? Способ весьма старый, очень-очень простой. Многие опытные рыбаки этим способом пользуются частенько и всегда находят рыбу. Итак, мы находимся на реке в береговой зоне, там, где есть течение. Нам принадобится слабое небольшое течение. Такое течение, где там все рвется и мечет, не надо. Берем береговую зону, там, где есть небольшое течение. Итак, сверлим 5-7 лунок. И теперь самое важное. Цепляем на мормышку. Не заморачиваемся насчет волшебных мормышек и волшебных насадок. Ту насадку, которая вам больше всего понравится. Ну, если у вас их несколько, будет там опарыш, будет там червяк, мотыль и другие. Но если есть одна, цепляем ее, не заморачиваем. Итак, друзья, лунки мы сделали, на мормышку насадку нацепили, так пол-дела сделали. Теперь нам осталось найти рыбку. Но мормышку мы отпускаем в лунку не до самого теперь дна, а только так, чтобы она прошла лед. Сначала на первой лунке, потом на второй. Нам нужно найти рыбу под названием уклейка или верховодка-верхоплавка. Как ее в разных регионах, в принципе, немножко по-разному называют. Суть не в этом. Теперь объясним, зачем. Две причины, друзья, по которым нам обязательно нужно найти уклейку. Она везде сущая и всегда будет подо льдом. В нескольких случаях ее может, в принципе, там не быть. Но об этом чуть позже. Первая причина, зачем она нужна, уклейка не даст долго томить рыбака, клюнет, в принципе, быстро. Потому что лават и рыба очень активная. То есть, если есть в этой местности уклейка, сразу дернет. Первый случай. Мы поймем, что сегодня рыбе, извиняюсь, погода позволяет питаться. Первое. Это раз. И второй. Немаловажный фактор. Если есть подо льдом в этой местности уклейка, то и на дне водоема есть вся придонная рыба. То есть, плотва, еленд и густера, и другая рыба. А теперь о тех случаях, когда вы отпустили мормышку с насадкой под лед, но уклейки нет. Вариант, друзья, первый. Отпустили мормышку под лед, уклейка не клюет. Первый вариант. На дне скопился хищник. Либо окунь, либо голова, либо щука, либо судак. В общем, хищники. А там, где собралось огромное количество хищника, значит, там нет и другой мирной рыбы, придонной. Так же, как и не будет уклейки. Потому что уклейка становится жертвой этого хищника. А мирная рыба никогда не будет держаться там, где есть хищники. То же самое касается плотвы и ельца. А теперь второй вариант. Почему нужна нам именно уклейка. И второй вариант, почему уклейка в этой лунке не клюет. Это как раз та самая местность, где несет минимальное количество корма. Либо его нет вообще. Поэтому, друзья, не будем забывать, что рыба постоянно находится в движении. Так же, как плотва, ельц и уклейка. И ей нужно постоянно чем-то питаться. Она не будет находиться в той местности, где несет корм. Мало, маловато. Или его вообще нет. А если нет уклейки, то значит, там, на дне водоема, нет никакой мирной рыбы. Ни ельца, ни густеры, ни плотвы. Корма нет, и той рыбы тоже нет. Не будем, друзья, забывать, что разница между уклейкой и ельцом, той же самой плотвой, заключается лишь в одном. Ельц и плотва, допустим, густера находятся у дна, а уклейка находится в поверхности воды. Ну, это летом, а зимой и весной под самым льдом. Верхоплавка, как я скажу, по-другому, 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 это называется. Ну, как я уже говорил, что если в этой местности корма нет, а рыба постоянно находится в движении, то стоять она здесь не будет. Почему, друзья, на уклейке нужно всегда проверять? Потому что первый фактор, он сразу покажет, клюет сегодня рыба или не клюет. Может, погода будет меняться. Опять там что-нибудь переполов на небесах, которые действуют на всю и все, и на реке, и на озере, и перестанет клюевать. Это первый фактор. И второй фактор покажет, что корм в этой местности нечет, если поклевки у клейки будут. То есть рыбе сегодня погодка позволяет питаться, и это как раз та сама местность, где есть и, в принципе, вся предыдущая рыбка. И рез, густера, плотва и другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова